всем привет и сегодня у нас опять ремонт ремонт на этой на этот раз компьютерной мышки значит я не помню по моему я уже в одном из видео показывал эту мышку может быть другую мышку как ее чистить от пыли я вот прикреплю сюда видео там будет видно как ее разобрать в принципе разбираются они все стандартно под такими наклейками на ножках находится у нас винтики их может быть или два с одной стороны либо вот как здесь четыре поэтому процесс разборка разбора в общем-то не такой интересный мышка у нас это а4теч радиомышка мышка очень хорошая вот ее модель г-10 650f значит что с ней случилось у нее есть средняя кнопка вот эта кнопочка здесь я ее уже просто отпаял она перестала работать и в принципе казалось бы что за ремонт ну выпаял эту кнопочку поставил новую и все но дело в том что вот именно вот такую кнопку ее купить нельзя то есть можно купить такие же по размеру с таким же выступом по высоте допустим или похожие по по месту установки с контактами но они тугие вот эта кнопочка она мягенькая она нажимается очень легко те кнопочки которые можно купить они тугие и если их поставить то будет совсем некомфортно буквально вот пару недель назад в нашем радиомагазине мужчина как раз передо мной стоял и вот он столкнулся с такой же точной проблемой пытался просто вот новую кнопку подобрать но у него не получилось это естественно но самое интересное в том что эту кнопку менять в принципе смысла нету тем более что такую же по мягкости просто не найти эту кнопку можно легко починить как это сделать значит здесь у нас вот я сейчас приближу крупным планом сфокусировалась вот мы видим четыре точки такие наплывы но я эти наплывы просто уже срезал вот эти наплывы пластмассовые просто срезаются вот таким скальпелем острым ножичком после этого эту кнопочку можно разобрать снять верхнюю накладку дальше мы снимаем саму кнопочку видим резиновую кнопочку вот резиновую накладочку снимаем и там есть такая металлическая штучка которая собственно и нажимает замыкает контакты вот я покажу крупным планом вот три контакта мы видим и вот эта штучка металлическая которая их замыкает при нажатии значит бывает что вот она ну опять такие не ломаются конечно ломаются другого типа кнопки эти кнопочки у нас никогда не ломаются они не переламываются но они окисляются и в результате при замыкании на кнопочку мы не имеем 0 мы имеем там какое-то сопротивление 100 200 ом 50 ом то есть но этого уже достаточно этого сопротивления чтобы наша кнопка уже не работала поэтому берем ну можно взять пластик резиновый можно взять там ватку со спиртом и хорошо хорошо трем очищаем от окислов сейчас я вам покажу вот я еще соберу обратно давайте замерим ее сопротивление и потом мы ее разберем почистим и посмотрим как она будет у нас работать дальше собираем ее обратно в последовательности так видно фиксируем возьмем приборчик и померяем что у нас происходит при нажатии вот видите где-то вот 70 80 ом 90 90 то есть это уже достаточно чтобы она у нас мышка либо какой-то другой там музыкальный центр или еще где стоят подобные кнопки уже не работал вот должно быть 0 поэтому разбираем уже вот таким способом как я вам показал и чистим для этого берем ластик от него можно отрезать небольшой кусочек скажем скажем вот такой наверное будет нет надо потолще отрезать ну примерно вот такую вот резинку и очень хорошо круговыми движениями там какими нибудь начинаем ее чистить и наши контакты которые были там аж черными они начинают просто сверкать пусть берем какими кругом в определенной окружно белизны обычной где-то так видно как они сверкают то же самое делаем с обратной частью с этой круглой штучкой мы ее тоже хорошенько чистим стараемся не погнуть потому что если мы ее погнем то придется нам ее где-то искать а это уже может быть плохо может уже не быть такой мягенькой как родная не только центр но и краешки потому что она краешками на одном контакте сидит а центром замыкает другой контакт так все собираем и проверяем так Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Можно взять термоклей и дополнительно промазать термоклеем. Место у нас там есть, но я это делать не буду. Потому что здесь достаточно просто... Надеюсь видно... Вы видите как я расплавляю... Вот таким образом... И теперь она никуда не денется. И можем ее обратно впаивать в плату. Для начала надо убрать старый припой. Старый припой можно убирать либо оплеткой, либо использовать вот такой отсос. Я тут у некоторых видел на видео, как они покупали иглы. Я иглами работал где-то в 90-х годах. Но иглами очень неудобно работать. Отсосом работать намного удобнее. Единственный маленький нюанс. Вот здесь должна быть надет кембрик. Типа силиконовой трубочки, мягкой, резиновой. Потому что если продается, они без нее. Без нее конечно отсосать практически нереально. А вот поэтому надо обязательно надевать вот такую трубочку резиновая. Что дает трубочка? Она дает плотное прилегание наконечника к плате. И тем самым очень хорошо отсасывает припой. Неудобно. Надо что-то подкладывать. Что-то подкладывать надо. Выключилась у меня камера почему-то. Надеюсь, что все записалось. Ну вот, мы припаяли нашу кнопочку. И теперь собираем мышку. В обратной последовательности. В обратной последовательности. Тихо. Ну вот, все работает. Все. Надеюсь, эта информация была вам полезна. Ставим лайки, подписываемся на канал. И не спешите покупать новые кнопочки. Либо новые мыши. Все легко ремонтируется. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok